Интересное заявление Алиева. Пришло время, говорит президент Азербайджана, распустить минскую группу ОБСЕ. А чем мешает сейчас группа сторона? Она ничем не мешает, она фактически не действует, потому что Москва и те партнеры, которые были по минской группе, они находятся сейчас в состоянии острого кризиса и никакого дипломатического взаимодействия не происходит. Поэтому формально минская группа не распущена, а фактически она перестала действовать. То, что если ее официально распустят, это ничего не изменит, по сути. Для слабенности на Южном Кавказе, Александр, немаловажно, как будут развиваться ирано-азербайджанские отношения, если вы согласны с такой формулировкой. В мае намечалась встреча президентов, но она не состоится. Ну, эти отношения развиваются, здесь бывали периоды обострения, но Иран четко продемонстрировал, что он активно вмешиваться в ситуацию не будет. Он очень болезненно воспринимает идею изменения границ. Это касается Зангизурского коридора, что если он перейдет под власть Азербайджана, то Иран с этим не будет мириться и каким-то образом будет этому противодействовать. Но пока что, вроде бы, движение в этом направлении не наблюдается. Как-то тема Зангизурского коридора былую актуальность временно, видимо, потеряла, потому что речь идет о том, что будут достигнуты урегулирования вообще границ, а уже внутри этого будет оговорена и режим передвижения по Зангизурскому коридору и по другим транспортным путям. Что пока что для Ирана нет причин проявлять себя активно на границе с Арменией и с Азербайджаном. Вы думаете, Александр, тема коридора вообще снята с повесткой? Нет, она отложена, потому что сейчас Азербайджан стремится достичь максимальных уступок путем двухсторонних переговоров с Арменией. И у них для этого есть все основания, потому что четыре села, которые совсем недавно были клятвы на самом высоком уровне, что никаких сел мы не отдадим. В итоге оказывается, что в Тавушской области четыре села отходят к Азербайджану, так как это была исконно азербайджанская территория. Здесь я не могу не вспомнить обвинения в адрес России и ОДКБ, когда говорили о том, что Россия и ОДКБ автоматически не защищают армянские границы. Но при этом, как мы видим, эти границы действительно не определены. И сейчас мы наблюдаем наглядное их изменение в пульту Азербайджана. Странно было бы, если бы Россия и ОДКБ вот так вот по первому же зову высадили десант на границу и начали военные действия. Нет, наоборот. Москва приветствовала демаркацию границ. Нет, она приветствовала, но до этого, если помните, какие обвинения были в адрес ОДКБ и почему Армения заморозила свое членство в организации. Ну разве эти обвинения не были объективными в свое время? Ну, эти объявления строились на том, что границы Армении, они общеизвестны и совершенно очевидны. А теперь мы видим, что даже для армянского руководства самого оно оказалось неочевидным. Вот поэтому ОДКБ, оно предлагало послать миссию наблюдателей, оценить обстановку, кто стреляет для начала, где это все происходит. Вот, но вместо миссии ОДКБ приехали наблюдатели Евросоюза. Но теперь будем надеяться, что наблюдатели Евросоюза обеспечат безопасность армянских границ на границе с Азербайджаном, потому что оттуда будут выведены российские войска и пограничники. Теперь это будет зона ответственности армянских пограничников и наблюдатели от Евросоюза. Ну, будем посмотрим, насколько эффективными они будут в роли гарантов безопасности армянских границ на этом участке. Между тем, в Ириване продолжаются протесты против демаркации границ. Вы, наверное, следите за событиями. Они продолжаются и, собственно, каждый день есть об этом новости, но судя по тем кадрам, которые передаются, все-таки такого массового характера, которые имели акции протеста в 2018 году, об этом речи нет. Так что и ожидать смены власти в Армении путем повторения сценария Николы Пашиняна, мне кажется, что это не очень реалистично. Протестуют и в Тбилиссе, Александр. Впечатление, что Южный Кавказ на пороге перемен. На пороге перемен, потому что есть внешние силы, которые хотят втянуть Южный Кавказ в конфронтацию с Россией. В Грузии они хотят привести к власти Михаила Саакашвили, который остается лидером оппозиции. Другого лидера не появилось, такого же масштаба, как Михаила Саакашвили. Но так как они не могут привести его к власти путем выборов, потому что эта политическая сила не пользуется популярностью у большинства населения. Большинство населения все-таки поддерживает грузинскую мечту в углаве с Иванишвили и нынешним руководством государственным. Поэтому так как шансов нет прийти к власти легитимным путем, организуются акции протеста. Обратите внимание, насколько активно давят на грузинское руководство. Сейчас американские дипломаты и политические деятели, и европейские. Сейчас там в Тбересе целый десант. Но правда грузинские политики отказываются с ними встречаться, потому что понимают, что их будут уламывать на то, чтобы они сдали власть. Они власть сдавать не хотят, понимая, что для Грузии это обернется большими бедами. Приход к власти Саакашвили придет автоматически к включению Грузии в те военные действия, которые ведет коллективный запад на Украине против России. Таким образом сюда раздвинется этот фронт и добавится фронт Кавказский. В Армении тоже курс взят на то, чтобы довести российское военное присутствие до минимума. Можно ожидать, что за выводом пограничников с определенных участков границы из аэропорта Завартноц процесс продолжится и будет развиваться активность в том направлении, чтобы вывести целиком российских пограничников и российскую военную базу с территории Армении. Возможно туда придут какие-то контингенты НАТО. Но учитывая, что тут через границу рядом находится турецкая армия, которая является членом НАТО, мне кажется, что более вероятный вариант это то, что в качестве гарантов безопасности от НАТО для Армении будет избрана Турция. Вы это серьезно, да, говорите? Ну, к сожалению, в нашем мире ничему удивляться не приходится. Если помните, в 1920 году руководители Первой Республики призывали Ататюрка исполнить Александропольский договор и выступить на стороне Армянской Республики против Красной Армии. То, что все это происходило сто лет назад, все повторяется. Да, да. Как сдали Карс, вы уже, мы уже переходим на историческую тему, да? Ну, к сожалению, Карс... Это тоже загадочная история. Ну, история была ведь совсем недавно, если помните, в 2020 году отмечалось 100-летие сербского договора. И все армянское общество, все политические силы, с заключением Львона Тарпетросяна и небольшой группы его сторонников, говорили о том, что сербский договор действует, что границы Армении, это границы, которые были определены президентом Вильсона, а Арапапян вообще определяет территорию Армении гораздо шире, как Армения, государство Трех морей. Так что здесь много чего интересного происходит, так что важно помнить уроки истории.